Открываем в мире. Открываем в мире. Ну что, друзья, всем добрый день. Я думаю, что мы можем начинать наше сегодняшнее мероприятие, трансляцию. И для начала я хочу передать слово директору Марш Никите Токареву. Приветствую всех нас, вас и для того, чтобы начать. Да, здравствуйте, друзья. Всех приветствую в нашем эфире, в нашей виртуальной аудитории Школы Марш. Ну, сегодня для нас такой знаменательный день. Скажу честно, я с замиранием сердца его ждал. Вот, потому что мы впервые запустили курс по использованию нейросетей в архитектуре, в проектировании. И вот этот курс сегодня завершается. Вот, и мы увидим результаты. Очень интересно, что же это такое будет. Надеюсь, что мы сможем обсудить проекты, включаться и наши слушатели, и наши преподаватели. Может быть, через чат включатся и зрители. Ну, как бы ни было, это для школы первый такой опыт. Ну, я думаю, что и для многих слушателей, и вообще архитекторов. Это также первое соприкосновение с миром искусственного интеллекта. И это соприкосновение может быть первым шагом в очень длинном пути интеграции искусственного интеллекта в процесс проектирования, который, честно скажу, совершенно непонятно, куда еще нас заведет. Как бы ни было, мы этот шаг сделали. И очень надеемся на то, что он будет успешный, и мы подружимся с искусственным интеллектом. Он подружится с нами, и будет к нам доброжелателен. Вот. Ну что же. Мы сегодня попробуем в процессе разговора провести опрос, узнать ваше мнение, предпочтения для того, чтобы делать наш курс лучше, и его более точно сфокусировать, сориентировать на ваши запросы. Напомню, что второй запуск этого курса будет через несколько недель. Могу сказать сразу, что там практически полностью мы его уже набрали. Дальше мы возобновим работу с нейросетями, вероятнее всего, осенью. Так что у тех, кто с каким-то причинами не попадает на следующий поток, прошу не расстраиваться, будет еще возможность к этой теме вернуться осенью. На следующем запуске нашего интенсива. Ну что ж, друзья мои, я хочу представить наших кураторов. Жанну, Дикого Эдуарда Хаймена, Альберта Сумена. Вот, и да, передам, наверное, слово Жанне для того, чтобы рассказать о том, как будет устроена наша сегодняшняя встреча, представить остальных преподавателей, участников дискуссии, вот, для того, чтобы вести дальше нашу сегодняшнюю презентацию. Вот, поэтому, Жанну, спасибо вам еще раз за то, что вы взялись за эту рискованную и непростую задачку. И спасибо всем кураторам, преподавателям и слушателям, кто с нами был эти три феерические недели. Вот, так что прошу вас, Жанна, берите в свои руки. Спасибо большое, Никита. И вам, и Марше большое спасибо за то, что дали возможность провести этот замечательный интенсив, сделать его в двух потоках. Сейчас коротко о том, что же это был за интенсив. Он был посвящен изучению нейросетей и их применения в архитектуре. В течение трех недель мы знакомили наших слушателей с разными подходами, инструментами, как касательно искусственного интеллекта, так и каким-то задачам, связанных с компьютерным зрением и машинным обучением. Ребята пробовали все на практике, выполняли курсовую работу, которую курировали замечательные преподаватели Альберт Сумин и Эдуард Хайман. А сегодня я хочу, в общем-то, рассказать еще кто, в общем-то, будет на этой прекрасной защите. Собственно, преподаватель и куратор этого интенсива Альберт Сумин, архитектор, вычислительный дизайнер бюро Клауд Кооперейшн и Куб Химмельблау, и эксперт автодеск БИМ и преподаватель в Марше. Далее у нас есть замечательный Эдуард Хайман, дизайнер, архитектор, который ведет курсы в ИТМО. Сегодня буду также комментировать Сергей Дмитриев, вычислительный дизайнер, архитектор, преподаватель Мархи, Алина Черейская, архитектор и основатель, партнер бюро SA Lab. И чуть попозже к нам еще присоединится Антон Кошелев, архитектор, дизайнер и основатель компании Ingeneric, в том числе преподаватель в Марше. Ну что, я думаю, что мы все готовы. Передаю слово Альберту. А я, наверное, передаю слово Тате, потому что у нас есть маленькая история, связанная с таким мини-конкурсом внутри курса. Она чисто внутренняя для студентов, и мы бы хотели немножко про нее сказать. Да, у нас была коллаборация со школой еды в Moscow Food Academy. Мы совместно с ними проводили челлендж. И, собственно, мы благодарим всех, кто принял участие в нем. И напомню, что задача стояла в том, чтобы визуализировать здание, вдохновленное блюдами из разных стран. И, как передавали коллеги из Академии еды, мы тоже с ними разделяем эти эмоции, что остались все в восторге от работ студентов, что они превзошли все ожидания. И работу мы выложили в наш Телеграм-канал. Можно посмотреть пост. Вот я могу ссылку продублировать на него в чат. И, да, в общем, загляните в Телеграм-канал. Там объявлены победители и представлены их работы. Академия еды в знак благодарности за участие хочет сделать небольшой подарок. Участие в челленджах. Они дарят сертификат на 500 рублей в Литрес. И сертификаты должны будут в скором времени оказаться у вас на почте, у студентов на почте. Или они уже, возможно, пришли. Собственно, спасибо вам огромное за участие еще раз и за ваши прекрасные работы. Да, всем спасибо, все молодцы. Это у нас была такая разминка на первой неделе в том числе. Перед тем, как все перешли к большой курсовой работе, о которой я сейчас пару слов расскажу. И, в общем-то, давайте я прямо к этому и перейду. То есть расскажу, что мы на курсе делали, как это происходило. И покажу один примерчик. Давайте пока, может, я расскажу про общую концепцию. А, да-да-да, давай, пока я запускаю. Да. В общем-то, общая концепция этого курса, когда мы ее оговаривали и думали о ней, мы пришли к выводу о том, что на сегодняшний момент довольно-таки много очень инструментов, и они довольно-таки все разные. И, что самое главное, что сам PCP, нейронные сети, искусственный интеллект, он не дает финального результата. И нам как раз было интересно попробовать, как выстроить какие-то схемы того, как можно было бы разные системы искусственного интеллекта встраивать внутрь более широкого круга задачи архитектурных. И мы пришли к выводу, что можно это делать на примере создания неких архитектурных коллажей, как некий пример, как возможность тестирования этих новых видов пайплайнов. Поэтому мы предложили ребятам делать и выстраивать некий коллаж архитектурный, некую сцену, скорее как пример не просто какого-то архитектурного объекта, а скорее как такого небольшого мира с его внутренними законами, с архитектурой, которая в этих законах существует, с окружающей средой, соответственно, с персонажами внутри этой среды, с транспортом, с объектами какими-то и так далее. Таким образом, им нужно было выстроить не просто архитектурный объект, куда-то его посадить, а именно выстроить вот этот небольшой виртуальный мир и заполнить его разным образом, таким образом создать целостную картину. И, в общем-то, Альберт сейчас покажет некий пример, который он делал параллельно с ребятами, как раз показывая, на котором вы можете понять, что мы хотели добиться. Так, ну, я думаю, что я расшарил свой экран, и его всем хорошо видно. И в чем история? То есть мы придумывали мир все вместе, каждый свой. Студентов мы разделили на небольшие группы по три примерно человека, ну, где-то было чуть побольше, где-то поменьше, там, как получилось в итоге. И каждая группа придумала свой мир. Я, естественно, тоже свой мир какой-то придумал. Этот мир мог существовать где угодно. Это могла быть планета, это могла быть, не знаю, тарелка с супом, в которой живут бактерии или там какие-то другие организмы. Это мог быть интерьер, могло быть здание. Главное, что это некое пространство, наполненное разными объектами, в первую очередь архитектурными. И из этих объектов, как сказал Эдуард, нужно было составить сцену дефис-калаш, в которой эти объекты присутствуют. И мой мир, который я себе вообразил, это была такая некая замороженная планета, на которой произошла глобальная катастрофа. И эта планета, она населена, ну, поэтому она, собственно, заморожена из-за этой катастрофы. И эта планета населена некими существами, которые похожи одновременно и на людей, то есть они такие гуманоидные и на осьминогов. И этим осьминогам, так как они любят тепло, им тяжело жить на этой планете, и плюс им нужно много воды, и они вот из этого льда, который есть, эту воду добывают. И, в общем, эстетика всего этого, она как раз происходила из вот неких щупалец, осьминога и всего остального. То есть это абсолютно такая дурацкая какая-то идея, которая просто нужна для того, чтобы сделать посложнее объекты. Вот. И у студентов идея гораздо лучше, чем у меня, но не в этом соль. Мне надо было показать некий пример. И вот я сгенерировал кучу изображений в Меджорне. Для этого, допустим, такие объекты или, например, вот какие-то механизмы, которые позволяют добывать воду из-за льдов. Сами существа, которые живут на этой планете, некие паттерны, которые мне нужны будут для текстур, для генерации или для уже 3D-моделирования. Жилье, где живут эти существа, находятся в нескольких модификациях шахты по добыче воды, другие механизмы и так далее. Вот. И несколько базовых каких-то тезисов я закинул в чат GPT, чтобы он мне этот мир расписал подробнее, расписал его экономику, расписал, как там политическая ситуация устроена, социальная, демографическая, кто там живет, мифология какая-то. И вот чат GPT прекрасно с этой задачей справился. Там длинный текст, я на этом скриншоте только маленькую часть показываю. Но это был подход тоже для того, чтобы и в придумывании этого мира впрести нейросети. И дальше уже началась работа по моделированию сцены непосредственно. И я повторяю эту картинку, чтобы показать, от чего я отталкивался. Это некая база для меня была. Мы с нее начали, как с примера. Эта база, она затем переводится в скетч, просто для того, чтобы понять, а где в этом изображении с генерированным нейросетями какие-то конструкции, балки, колонны, то, что может поддерживать вот эту структуру, объект и как ее моделировать. Потому что, когда вы получаете исходное изображение из нейросети, оно часто такое шумное, назовем это так. И не всегда понятно, если вы хотите вот один в один, допустим, ее перенести в модель, как это сделать. Плюс у нас задача не обязательно перенести один в один. Иногда как-то отклониться от этого, либо взять некий образ за основу и вообще в другую сторону уйти. Это тоже допустимо. В общем, надо как-то проанализировать изображение, выделить из него какие-то важные для себя аспекты. Ну, для меня хорошая история – это скетч, когда я просто понимаю, как там линии идут, чтобы потом их соединить в поверхности, во что-то еще. И дальше я, собственно, этим занимался. То есть уже перенос в 3D-программы для моделирования, перенос в кривые, проверка этих кривых на некую плавность с разных ракурсов. Перенос это в поверхности, в сабди. И уже такое из этих скетчевых поверхностей получение вот основных конструкций и это прямое моделирование. Затем скриптами некая доработка и то, что позволяет создать дополнительные детали, сетки, какие-то паттерны на поверхности. И в итоге получается вот такая, например, модель, как в моем случае. И затем эта модель отправляется в сцену как центральный компонент этой сцены. И пока что мы от модели отвлекемся. И я еще другой параллельный ход событий расскажу. Это что мы делали с персонажами. То есть тоже генерация в Mid Journey. Первое, что здесь есть проблемное, это то, что у этого персонажа обрезан край. То есть вот эти вот щупальца, которые на моем экране справа, они концом кадра обрезаны. И надо их дорисовать. Ну и второе, мне не нужен фон здесь. Мне нужен вот только сам персонаж. С этим прекрасно тоже справляется нейросети с этой дорисовкой. И в итоге у меня получается вот такой вот готовый персонаж метода Mouth Paint. И этот персонаж, он перерисовывается тоже в скетч, в некий. В него добавляются разные детали. И получается вот такой вот паренек, скажем так, которого я тоже потом в сцену вставлю. И далее, собственно, ну это уже добавление каких-то деталей этому персонажу. То есть светящийся глаз, например, и еще что-то. И он здесь уже вписан в сцену. Вот. Далее, собственно, начинается работа с самой сценой. И здесь тоже много всего можно сделать с помощью искусственного интеллекта в целом и с помощью нейросети в частности. Ну, конкретно мы делали некоторые текстуры, карты, в частности, вот карты дисплейсмента на нескольких объектах я делал. И у меня в этой сцене есть такой вмерзший в поверхность гигантский осьминог, который уже скрыт слоями снега. И вот некоторые его щупальцы только торчат из этой поверхности. И вот эти замороженные щупальцы, мне нужно было их тоже сделать, чтобы они были похожи, чтобы там настоящие, чтобы там были вот эти вот липучки, как есть у осьминога. И на, собственно, объекте на здании тоже у меня там есть дисплейсмент-карты, которые сгенерированы через нейросети. Вот. Это, допустим, паттерны, которые я для дисплейсмента использовал. Такие и такие. И вот здесь, допустим, этот паттерн без еще выдавливания наложен на поверхность, чтобы просто продемонстрировать, как он выглядит. И, собственно, финальная сцена, вот таким вот образом она собралась. То есть это 3D-модель, она затем переводится в различные рендеры с разных ракурсов. Там персонажи расставлены, расставлено здание, расставлено окружение. Здесь уже на последнем этапе Эдуард на одной из лекций показывал технику, как можно добавить освещение с помощью HDRI панорамы, которая тоже может быть сгенерирована с помощью нейросетей. И это еще одна такая имплементация данной технологии в сцену. То есть мы с нескольких ракурсов пытались вот эти имплементации внедрить, чтобы получить финальный проект. И ряд техник, которые мы показывали, я конкретно в своем примере не использовал. Мы их показывали на обособленных примерах. Допустим, автоматический перевод через карты глубины из 2D-картинки в такое 2,5D, назовем это так, 3D. Ну, окей. Назовем, скажем, из 2D-картинки в 3D. Ну, это не совсем правда, но почти правда, что у нас получается все-таки 3D-объект, который можно крутить. И вот эту технику мы тоже демонстрировали в ходе курса. Показывали, как на каких-то своих готовых моделях обучать нейросеть и создавать другие модели таким способом. Тоже конкретно в эту сцену я не имплементировал, но у нас было много таких разрозненных упражнений. И сквозное через это все шло создание вот некого примера, где ряд этих техник можно использовать. Ну, студенты, соответственно, в своих работах могли другие техники применять, другие комбинации из того, что мы показывали, и они уже это вам расскажут в ходе сегодняшней презентации, я думаю. Ну, а я покажу в итоге несколько финальных картинок, которые получились конкретно у меня из этой сцены. Это уже обычные рендеры. Вот. Это идея, которая у нас была, и пример, который мы сформулировали, скажем так, для студентов, чтобы они могли ориентироваться. Но то, что они сделали, вот к этому мы сейчас, я думаю, и будем переходить. И я бы хотел пригласить к выступлению наших ребят, которые готовились к сегодняшнему дню. И первую у нас по списку группа под номером 6. Так, Арвик, тебя пока не слышно, микрофон выключен. Ага, всем добрый день. Так слышно? Да, привет, теперь слышно. Видно? Еще пока загружается. Пока нет. Пока вы загружаете. Нет, мы видим... Погодите секундочку, сейчас. Мы видим твой экран, но презентация, загрузка идет. То есть сам браузер мы видим. Жанна? А я уже сказала, поприветствовал Антона Кошлева, который сегодня тоже будет комментировать работы наших замечательных студентов. Всем привет. Квадратный, да, привет. Квадратный почему-то еще экран. Может быть, это... Какой-то другой экран. Так, секундочку, сейчас я проверю. Попробую расшарить. А вот теперь видно, кстати, было. Селиком. Ну, давай, конечно. Так, секундочку. Вот, теперь отлично все, да. Значит, лучше не окно, а экран сразу. Так, все, можно начинать. Моя вселенная – это наша вселенная, которая пережила столкновение с черной дырой. Поэтому ее название сдвиги, даже, как бы сказать, вселенная людей, которые получили возможность перемещаться во времени и пространстве. Так, наверное, надо скрыть вот так, да? Что произошло с планетой, когда она попала в черную дыру? Ну, вопреки всем ожиданиям об уничтожении, планета пережила невероятные изменения, и ее форма стала подчиняться всем мыслимым законам космоса, волн и математики и физики. И форма менялась, пока не приобрела неевклидовую геометрию, которая невозможна в нашем современном пространстве трехмерном, а возможно только в четырехмерном пространстве. И вот эти вот пронизанные волны и ее форма придали не только планете необходимые свойства, такие уникальные свойства, но и всему, что возникло заново или осталось на ней защищенным. Форма планеты — бутылка Клайна, математическая, неевклидовая, и ее, так сказать, радиусы остались переменными, в связи с чем пространство и время получило разную скорость вращения на нашей планете в зависимости от радиусов. Большую часть планеты заняла вода. Вместо 70 теперь она занимает 90% всей поверхности, и, соответственно, все, что стало возникать на этой планете, стало связано с такими морскими и водными пейзажами. Люди получили уникальную способность быть одновременно в нескольких местах. своей планеты, что отразилось на нашей оболочке, которая перестала быть стабильной и получила некую многомерность и эфемерность. Пространство, которое стало нас окружать, оно искажалось, приобретало черты волновых теорий, и мы в этом пространстве продолжали чувствовать себя растворенными. При переходе из одного пространства в другое, человек попадал в мульти-такое функциональное неэклидовое пространство, и как будто заново, так сказать, как ткань, появляясь в новом месте, перетекает в новое пространство. Этому очень способствовали такие эффекты, как наша долгая и двойная выдержка, когда одновременно мы можем видеть часть себя в одном пространстве, а другая часть уже переносится в новое. Чтобы как-то успокоить этот постоянный ритм изменчивости, интерьеры, которыми стали окружать себя люди, были подчинены гармонии и такому образу кокона, чтобы получить стабильное, неизменяемое пространство. Но при этом наличие окружения с водными ландшафтами накладывают свою необходимость к ассимиляции форм, и в интерьерах и предметах быта стали появляться формы, напоминающие морские ландшафты. Материалы, так же, как и свойства людей, приобрели гибкость и гибкость и нелинейность, складчатость и сложность. И кроме того, что они выглядят изящными именно потому, что они подчиняются математическим законам, людям не чуждо было вот это вот путешествие во времени и сохранение каких-то уникальных исторических черт, которые в их времени не искажались и приобретали новое значение. Еще одно свойство — это повторяемость, свойственная, опять-таки, нашим морским элементам, рактальность. И при увеличении на маленьких радиусах нашей планеты застройка становилась выше, потому что скорости движения пространства и времени там закручиваются с большей силой, поэтому сложность и высота застройки увеличивается, и тем самым накаляется вот это вот обстановка, скажем так. Моей сценой был такой бесконечный водный пейзаж с морским ландшафтом и с зданием музея, который стоит на нем и олицетворяет такой исторический музей по прошлому и настоящему людей в форме некоторой бесконечности. В процессе соответственно создания интерьерных картинок использовались карты глубины и анимация в блендере. Такой подход позволяет очень удобно оценить масштабы пространства. А для второй сцены основной была получена картинка из Mid Journey, которую я преобразовала в скетч для того, чтобы понять, как, куда, что искажается в моей форме, что являются опорой, где у меня там мультифункциональный зал. Также была использована картинка из Mid Journey и для ландшафта, но ее пришлось увеличить дополнительно с помощью Stable Diffusion для того, чтобы расширить ее для необходимого мне пространства. После я преобразовала это в карты глубины и таким же методом собрала сцену в блендере в блендере, чтобы оценить вот этот вот масштаб. самым интересным процессом из, в принципе, всего нашего курса, на мой взгляд, это, кроме генерации картинок, это потом попытка перенести эти картинки в настоящую архитектуру и понять все вот эти изгибы, формы, придумать ее, перепридумать ее заново и тем самым очень мощно прокачать собственные скиллы. На этом все у меня. Спасибо, Оревик. Было, по-моему, отлично, но я потом еще комментарий добавлю. Я сначала, наверное, слово экспертом, кто у нас присутствует. Спасибо, друзья. Спасибо, Оревик. Действительно, очень интересно. Ну, так, чтобы как-то как-то и мне и нам всем понимать. Значит, нейросеть генерирует изображение на основе вашего запроса. и потом вы это изображение переводите в 3D форму и уже из этой 3D формы вы делаете другие изображения. Если я правильно понял процесс, как вы работали. Другие изображения вы обрабатываете, в общем, делаете картинку. Ну, вот. у меня вот есть два вопроса, но тоже больше на понимание мое собственное всего этого процесса. Я так понимаю, что нейросеть генерирует не одно изображение, а много вариантов. Правильно я понимаю? На основании чего вы выбираете из них? И как выглядит запрос? Если вы могли привести пример этого запроса, что это же текст, вы пишете запрос в текстовой форме, что именно вы спрашиваете? И получив там, ну не знаю, сколько вариантов, 25 вариантов вот этой штуковины, на основании чего вы выбираете с вашей точки зрения лучше? Что здесь вами руководит? Ну, самое основное правило и самые интересные результаты, которые, собственно, мы на курсе и подчеркнули, это составление промптов с абсолютно неожиданными сочетаниями. То есть, когда я пишу абсолютно несуществующее пространство, даже у меня там на презентации несколько примеров было. Ты можешь расшарить еще раз, да, Алинас. Да, да, да. Вот, например, сочетание бесконечного водного ландшафта, электромагнитных волк, морской ракушки и параметрического фасада. И на основании этих параметров иногда я генерила картинки только воды, а потом я генерила картинки какой-то архитектуры, а затем я их смешивала для получения какой-то более интересной мне картины. Выбор, который я осуществляла в основном, строился на логичности построения этих изображений. То есть, когда в изображениях присутствует настоящая архитектура с какими-то дополнениями, вот это был мой личный выбор, когда мы можем не просто сделать геометрию, а после этой геометрии представить, что это реальная конструкция. Вот у меня все запросы в основном, здесь вот у меня написано морские волны и звуковые волны, но кроме этого я, конечно, добавляла еще параметрический фасад, здания, такие простые запросы, относящиеся к архитектуре, чтобы не конкретизировать, чтобы ему просто стало понятно, что это надо смешать. Но все остальное представляло всегда какой-то странный запрос. Опять, электромагнитные волны, ракушка, водный ландшафт. Так не видно. Ну вот это как раз очень интересно, да, как формулируется запрос, ну то есть это представление нейросети о насчет этих великомагнитных волнах. Вот, то есть так, как эту волну видит нейросети. Вы выбираете, ну прежде всего, из соображений, я так понимаю, насколько картика вам близка вашему сердцу. Да, именно так. И кроме этого, на изображение, которое получается в архитектуре, влияет то, какие свойства мы придаем дополнительно своему промпту, например, описываем конкретное местоположение, то есть вид с воздуха. В этих таких простых описаниях вид с воздуха, или это перспективный вид, или вид макро-вид, например, когда я делала фрагменты фасада, я писала конкретные интерьерные фотографии, экстрерьерные фотографии, фотографии для архитектурных журналов, понимая, что эта нейросеть уже была тренирована на определенном контенте, находящемся в сети интернет. И вот эти знания ей тоже помогают понять, какую именно картинку я хочу увидеть, то, что она будет как-то кадрирована красиво, то, что на ней будет более детализировано показаны мелкие элементы, материалы, которые там металл или еще что-то, стекло. Вот все эти простые запросы в сочетании с какой-то уникальной сложностью миксов дают нам простор выбора. металл понятна. Ну, хорошо. Ну, то есть, ваша роль здесь сводится к формулировке запроса. Я, насколько понимаю, сформулировать запрос может быть абсолютно любой человек. Да. Не нужно обладать никакими особенно глубокими знаниями или опытом. Любой человек, кто может писать несложные предложения. сформулировать запрос. Вот. И дальше вторая ваша роль это выбрать что-то, что отвечает в вашем представлении вам прекрасном. Вот. И дальше, насколько я понимаю, основное время работы над проектом это была собственно такая техническая работа обработки этого изображения и его превращение в 3D модель. Ну, так, чтобы можно было его покрутить и не только с этого ракурса. Ну, вот. Мне кажется, это очень интересная роль человека. Даже не скажу автора, можно ли говорить здесь об авторстве. Вот. Все-таки скорее всего автором здесь выступает нейросеть или вы вместе. Вот. Но и в рассказе Альберта я обратил внимание, что 90% этого рассказа было посвящено техническому процессу превращения картинки в 3D-модели, потом изображения. Да, значит, как там добиться такого же паттерна, какой придумала нейросеть, как добиться таких же очертаний. Вот. Любопытно, человек становится скорее ведомым и обрабатывает, доводит предложенный нейросетью образ до состояния какого-то другого, чертежа, 3D-модели, тогда с ним можно работать дальше. Вот. И можно ли подумать, что да, в принципе, у архитектора теперь будет роль такого технического исполнителя, пока нейросети не научатся сами все это делать, а сами сразу строят 3D-модель, значит, со всеми потрохали. Вот. Мы будем только наблюдать, как это происходит. Вот. Спасибо, друзья. Да, вот сейчас мне стало чуть понятнее, но я хочу передать слово вам. на самом деле тут это большая тема для дискуссий, я думаю, мы ее оставим где-то на конец, чтобы сейчас слишком сильно не разворачивать, а дадим комментарии у кого еще есть из ребят именно по работе. А в конце я обязательно к этому вернусь, и там есть, куда это все развить. Буквально парочку пояснений, что по таймингу нашего воркшопа, как он проходил, у нас первая неделя была про генерацию изображений и как это делать. То есть мы работали с 2D-форматом и задача групп состояла в том, чтобы придумать идею, потом сгенерировать изображение наибольшим образом этой идее соответствующая. И собственно другие две недели, которые оставались после этого, это были две недели посвященные разным техникам, как свою идею воплотить в проект, назовем это так. и мы специально сделали историю, не связанную прям с абсолютно реальными зданиями, которые там с дверьми, с окнами, с воздуховодами и трубами, чтобы не вдаваться в такие супер мелкие детали, потому что у нас всего три недели, а на моделировании все две недели. И с некой абстракцией это чуть проще сделать, с одной стороны, а с другой стороны сложнее в плане именно каких-то концептуальных форм и техник моделирования, и тут себя нейросети могут лучше раскрыть. Поэтому мы ушли в такую немножко научную фантастику, но это легко переложить на проекты, и это тоже интересно с той точки зрения, как вообще использовать нейросети в будущем, но мы к этому вернемся, наверное, в конце. Есть ли у кого-то еще комментарии по работе непосредственно? Да, можно у меня пару комментариев есть? Первое, что я увидел, ну, я на самом деле не знал, как внутри проходит воркшоп, вот, и меня пригласили, и мне на самом деле интересно смотреть, что при результате получается. И я вижу первое, что вообще как бы нейронки, ну, в принципе, такой подход, это один из способов моделирования того, что я увидел. Ну, это, скажем, как там Ирина Церес, скетча, блендер, что-то еще. Вот, ну, то есть я не всегда придерживаюсь мнения, что там нейронка, к меру, там может являться автором, это, скорее всего, для рядового пользователя, а для архитектора, который за грамотным подходом там есть какие-то промпты, он, по сути, моделирует, ну, текстом моделирует, а нейронка подбирает элементы. Потому что вот у iVIC некоторые изображения, ну, я чаще думаю с точки зрения производства, потому что это больше практика. Там есть изображения, где похожи немножко на соты, такая вот панель здания, вот, и есть еще башни. Вот по этим изображениям, в принципе, немножко понятно на техническую сторону, такой, скажем, намек архитектурный, как это сделать. И я считаю, что вот эти детали, но они как бы не являются деталями, их не нужно там выводить детально в промпте, достаточно сделать такой вот, натолкнуть инженеров и людей с более, скажем, простым каким-то мышлением, чтобы они понимали, как это сделать. Вот, и это, мне кажется, самое ключевое, крутое, что можно сделать. То есть, по сути, можно архитектурными элементами делать такой эскиз, скетч, и не будет придираться, типа, а как из этого крутое, мне бы там что-нибудь сделать. Потому что, допустим, там вот театр, который очень красиво закручивается, и еще один такой фасад гладкий, перетекающий, который все любят эти формы бионические, красивые, но по факту это будет такая вот на квадраты расчерченный фасад, вот, со швами, который не очень красивый, ну, вот, как типа аля заходить. И, честно говоря, не хотелось бы до этого доводить. Поэтому, я думаю, что в изображении обязательно нужно добавлять промпты, которые указывают на артурный элемент. Вот то, что Альберт показывал, я считаю, что это очень ценный момент, когда он показывал там крыша, там стены, антенна, вот, вот по этим ключевым вещам нужно бить. Я думаю, что вот рядовой пользователь, это пользователь ПК, он будет делать красивые картинки, архитектор будет делать там более приближенную к реальности артуртуру. Вот, да, и, ну, я так понял, что, я не знаю, как другие работы, но пока я смотрю как на инструмент моделирования, потому что я еще смотрю в сторону нейронок, кроме как моделирования, как оптимизация, потому что пока для меня это еще некий аналог, вот как есть там агентная система, есть эволюционные алгоритмы, тоже голопогозы, граскоперы, ну, то есть инструменты, которые не заточены напрямую на картинку, но они дают возможность быстрее решить сложный вопрос по оптимизации. Там у одной из компаний ProWing Ground, у них прямо в ночьбоксе тоже есть нейронка, и давно уже, ну, типа нейронной сети, вот, они такие штуки использовали, поэтому я просто считаю, что это один из очень интересных и актуальных инструментов, с помощью которых можно делать действительно классную афитуру и делать сложные решения, чтобы картинка не всегда заканчивалась простым выдавливанием, вот, у меня просто одна группа из студентов тоже, они делают панели фасадные, просто выдавили 3D, вот, на самом деле очень круто смотрится, вот, но я понимаю, что афтурно еще круче, если там еще будут вот какие-то конструкции или вот какая-то интересная оптимизация, вот, а так мне работа по духу очень понравилась, она интересная, спасибо. Спасибо. Кто-то еще из эксперта хочет что-то высказать? Может быть, я добавлю пока непосредственно по работе, действительно, по поводу того, что говорил и Никита, и Сергей, это действительно большая дискуссионная, нужно отвести на это определенное такое дискуссионное время, вот, и не хочется отнимать время в том числе у тех, кто будет в последующей группе для их презентации, но и касаясь именно, мне кажется, вот этого, как происходил рассказ о реве по поводу того, как она, как их группа шла к результату, мне как раз казалось интересным, было интересно заключалось в том, что они как раз и пытались найти какие-то скрытые возможности, которые, может быть, не так явно были выражены внутри, когда мы рассказывали о каких-то инструментариях, они пытались, было видно, как они переводят это в какой-то собственный, индивидуальные способы и инструменты. Это, собственно, мне кажется, одна из основных задач любого инициатива и в целом любого архитектурного инструмента, вообще по-другому скажу. То есть, когда мы думаем об инструменте как продолжение архитектурной души головы и руки, и в этом смысле вот эти поиски скрытых возможностей, которые происходят, он одновременно происходит на уровне и инструменты, на самом деле, и мышление. И мне кажется, собственно, вот эти элементы были, я их увидел, и это было действительно очень интересно для меня, когда именно возникают собственные внутренние какие-то пайплайны, какие-то ответвления от какого-то проложенного для студентов, участников пути. да, ну и я, наверное, подытожу наш комментарий. По-моему, получилось вообще очень здорово. Во-первых, я скажу честно, что я не ожидал после последних просмотров, что в итоге выйдет такой, ну, на мой взгляд, классный результат. И тут еще такая история, что ребята начинали группой и идею своего мира придумали группой и сгенерировали много классных изображений, но потом Ravik осталась одна и моделировала по сути все это одна, если я правильно все понимаю. Вот. И это было очень сжатое время и то, что получилось так много всего применить и сделать по сути настоящую 3D-сцену, это достаточно ценно. Вот. Тема вообще у вас очень классная изначально была, которая придумана очень крутые генерации, то есть да, мы говорим о том, что писать запросы может каждый и что изображение может получать каждый из этих запросов, но когда ты уже внутри этой темы достаточно долго и видишь, как разные авторы что генерируют, все равно ты видишь какие-то тривиальные результаты, которые вот у всех такие получаются и интересные, необычные, и у вас много именно генераций, которые действительно классные получились и выбиваются из этого ряда таких тривиальных изображений, которые ты просто по интернету можешь насобирать и увидеть у других авторов, у вас есть вот именно какая-то изюминка в этом изначально была и хорошо все это подходило к тому миру, который вы придумали, ну и смоделировано все в итоге тоже весьма-весьма неплохо. Вот. Поэтому поздравляю с завершением курса, по-моему, все отлично. Спасибо. Так, а я тогда следующей группе передаю слово, группа 1. Вы, я хочу предупредить нашу аудиторию, что, возможно, группа 1 частично или полностью будет выступать на английском языке, потому что у них есть ребята англоязычные, вот, поэтому не удивляйтесь, но я не уверен, может быть, вы все на русском подготовили. Мы решили пожалеть аудиторию и презентовать на русском, но, конечно же, процесс работы у нас был на английском, это будет видно, собственно, по слайдам. У нас получилась некоторая такая история. Вообще вдохновением этой истории послужила вот эта вот картинка на бэкграунде, которую вы сейчас видите, это была случайная совершенно итерация, ну, то есть промп был не связан с конечным результатом, но именно вот эта картинка с какими-то золотыми субстанциями на пони-бор, она натолкнула нас сначала на такую простую, в какой-то степени наивную мысль, а потом уже на целую историю, некоторые сценарии, которым мы хотели бы с вами сегодня поделиться. Так вот, представим, что где-то есть мир, в котором золото это живая субстанция. Скажем, что в атмосфере этой планеты присутствует некоторый химический элемент, при взаимодействии с которым золото становится чем-то живым. Мы назвали это существо аурум или ауруми, но проблема в том, что та же самая химическая реакция, которая по сути создает уникальную странную форму жизни, она еще сопровождается массивной выработкой испарений, очень токсичных и смертельно опасных для любых других организмов. И получается, что больше на планете никто выжить не может. Тем временем ауруми растут, развиваются, постепенно субстанции учатся общаться между собой посредством передачи электрических импульсов. У них развивается коллективное сложное сознание, чувствительность, индивидуальные какие-то характеристики и многие другие прекрасные качества, которые, к сожалению, в какой-то момент делают их мишенью для других пришельцев. Дело в том, что те качества, которые ауруми развили в основном для коммуникации между собой, как раз посредством импульсов, вот это свойство, оно является редким, очень ценным ресурсом в других мирах, как энергетический элемент его используют. И получается, что инопланетяне другие оценивают наличие и объемы этого ресурса, например, на основе таких же принципов, по которым мы делаем, например, спектральный анализ, и они прилетают на планету, чтобы добыть внушительные запасы этого ресурса. В основном пришельцы не ожидают столкнуться на, казалось бы, необитаемой планете, они не ожидают столкнуться с целой новой формой жизни, со своим каким-то сложным сознанием, чувствительностью, и тем более они не ожидают столкнуться с смертельно токсичными испарениями, которые заранее прочитать невозможно. Поэтому большинство пришельцев погибает, но некоторым тем не менее удается выжить. Мы думаем, что цивилизация, которая могла бы остаться в таких условиях невредимой, должна была бы быть изначально привыкшей обитать в воздушном пространстве. Герои, которых мы назвали Стелларис, они как раз обладают рядовыми технологиями, которые позволяют им использовать верхние свои атмосферы и выбывать оттуда все необходимые ресурсы, преобразовывать их в энергию и за счет этой энергии функционирует все от техники, космических кораблей до защитных костюмов, как мы можем тут видеть. В случае с Ауруми ту же самую энергию, которая Стелларис нужна для функционирования всей жизнедеятельности, ту же самую энергию Ауруми вырабатывает естественным образом, им не нужно ее синтезировать. и получается, что по свойствам то, что вырабатывают Ауруми естественным путем, не идет ни в какое сравнение с тем, что могут синтезировать Стелларисы, поэтому они для них представляют интерес. Возвращаясь к инфраструктуре, важным моментом является то, что основная масса как раз их инфраструктуры, транспорта, в первую очередь космические корабли изначально создавались для жизни именно в воздухе, и поэтому они редко спускаются к поверхности планеты и не подвергаются воздействию смертельных испарений, поэтому им удается выжить. Мы думаем, что корабли их могли бы выглядеть каким-то следующим образом, с какой-то сложным внутренним устройством, и наверняка там были бы какие-то небольшие отсоединяющиеся модули, которые могли бы исследовать местность или транспортировать какие-то уже добытые ресурсы. Сама именно добыча, основная добыча ресурсов тоже связана с некоторыми модульными приспособлениями, но уже промасштабными. Мы их называем коррестеры, и они курсируют по местам добычи, и когда место Сауруми найдено, коррестер подвижается к нему, опускает свои тросы к поверхности. Некоторые тросы также могут погружаться в грунт, чтобы добраться до подземных пещер, в которых очень часто живут Ауруми, и после того, как щупальцы достигают нужной глубины, они начинают вибрировать, разрушают пещеру, и вынуждают существа подняться на поверхность. Собственно, оттуда уже субстанция поднимается по сборочным тросам в отсеке корабля для хранения, где она в некотором таком левитирующем состоянии находится до прибытия на станцию обработки. Энергетический блок является как раз станцией обработки, и представляют они собой какие-то автономные модульные станции, на которых некоторая материя обрабатывается и преобразовывается в энергию. Вообще, надо сказать, что превосходство Stellaris основано как раз на их знаниях о сложных биотехнологиях, генной инженерии, и эти знания они используют для создания генетически модифицированных материй, которые им могут служить сверхпроводниками или даже генерировать энергию. Собственно, станции эти как раз создавались для генерирования энергии, но в случае с Ауруми там, получается, процесс был несколько другой. Вместо создания какой-то энергии нужно было дифференцировать ее из живого существа. И это сама по себе сложная задача и еще недостаток информации. И, в общем, тоже по ряду причин у них это не получилось. Поэтому пришельцы приняли решение покинуть опасную планету, забрав Ауруми с собой в том виде, в каком есть, для дальнейшего изучения и возможных попыток в будущем. В общем, они забирают Ауруми с собой на корабль, покидают планету, но как только Ауруми покидают атмосферу своей родной планеты, они перестают быть чем-то живым и превращаются в обычный металл золота. И, собственно, этот привычный нам металл больше не представляет ценности для Стелларис, и они просто избавляются от него, выкидывая его за борт. И эти кусочки блуждают по просторам Вселенной из одной галактики в другую, из системы в систему, и в какой-то момент они оказываются и в нашей Солнечной системе, и получается, что таким образом они оказываются на Земле. Так что в основном то золото, которое мы знаем, которое мы ценим, является ничем иным, как мельчайшими останками какого-то более прекрасного, гораздо более прекрасного, сложного, вероятно разумного существа одинокого, не растерзанного в какой-то момент. Вот такая история у нас получилась. Мы, конечно, получили огромное удовольствие в процессе ее создания, поэтому сейчас про сам процесс создания расскажет мой коллега Франц. Всем здравствуйте, добрый вечер. В данном, во второй части мы вам покажем нашу техническую кухню, как мы моделировали, как мы делали анимацию, ну и в целом как мы применяли АИ-инструменты. На данном кадре вы видите нашу общую сцену с рельефом и тремя объектами, которые мы моделировали. Далее, пожалуйста, мы рельеф делали через карту выдавления, то есть у нас было два варианта, либо мы делаем рельеф через скульптинг в блендере, либо через карту дисплейсмент. Мы решили, что все-таки будет более эффективнее делать через дисплейсмент. И дальше мы перевозим в меш это. На этом кадре мы видим, как мы наш процесс моделирования трех объектов. Все это делалось в Райнасерос. Объект, который посередине главный наш объект, самый детальный, мы его делали через сабдивижн. Далее мы его перетаскивали в Grasshopper, экспортировали в меш и далее мы переносили Blender. Дальше, пожалуйста. Здесь мы показали анимацию такую пошаговую, но фишка в этой анимации в том, что она сделана в Райна через Python. Наш Джош сделал. Те, кто хочет ознакомиться поподробно, делайте скриншот, пожалуйста. А мы дальше идем. Здесь мы использовали плагин Firefly. в Photoshop. То есть изначально то, что слева картинка это было сгенерировано в MeJoni. Далее, чтобы его довести до полного роста, нам пришлось использовать плагин. В основном он используется для, чтобы расширить задник, то есть фон, но также можно и доводить до конца персонажей. Единственное, что это может занять некоторое время. Но в итоге получается, я думаю, достаточно хороший результат. Дальше, пожалуйста. Здесь показан процесс текстурирования. В целом мы брали уже готовые для цели материалов, но мы их смешивали через карту MixShader. Вот, например, черный материал это стекло у нас смешанное с черным цветом, и поверх мы накладывали свой паттерн из-за полосочки, и получается такая интересная стулька. так же и остальные материалы мы так же делали. Здесь у нас показано выдавливание через карту. Получилось достаточно интересное изображение, то есть чувствуется глубина интерьера, но интересный казус здесь получается при движении внутрь этого пространства коридор сужается. интересно будет попробовать дальше как избавиться от такого казуса. Посмотрим. Дальше, пожалуйста. Так наша идея достаточно фильмографична. Мы решили, что логично сделать анимацию. Данная анимация сделана в утине. Если в двух словах объяснить, это мы из обычной сферы накладываем модификатор роста, далее мы его запихиваем грубо говоря в базин бокс ограничивающий рост, далее мы накладываем 3D-шум и через этот 3D-шум получается она как бы вытесняется и получается вот такая интересная анимация. Так дальше. Здесь тоже анимация. Получается у нас идет генерация новой материи в этих энергоблоках. Здесь анимация основана на движении частиц, то есть мы сдаем то есть мы убираем отсюда гравитацию, уменьшаем их размер, добавляем модификацию хаотичного движения и в итоге мы выставляем частиц количеством миллион и получаем такое интересное движение. Так дальше. Здесь мы показали наш общий список материалов и ресурсов, которые мы использовали. в целом хочется сказать, что мы очень так насыщенно использовали софт и инструменты. Вот. В целом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. Мы с радостью ответим. Спасибо. Все круто. Я в конце прокомментирую. как обычно сейчас передам слово другим экспертам и скажу, что те, кто нас смотрят в онлайне, вы тоже можете писать свои вопросы. Насколько я понимаю, у вас есть такая возможность в чате и мы попытаемся их озвучить, ответить. Вот. Сейчас слово экспертам. Спасибо, друзья. А вот Алина. Алина, давайте, вы начнете. Я бы вообще хотела поблагодарить за эту работу, потому что мне кажется, она, во-первых, хороша с точки зрения нарратива и вот этой всей истории, а с другой стороны показана очень хорошо документация процесса и показан pipeline проекта, все ресурсы, которые были использованы. И как раз вот, на мой взгляд, это очень наглядная штука, которая показывает, что, казалось бы, Меджорни и другие всякие сервисы, которые в последнее время хипанули, дают нам возможность простого входа, и это просто, казалось бы, написать текст, и все готово, но когда мы смотрим вот именно документацию проекта, мы понимаем, что все намного сложнее, и архитекторы, которые сейчас работают и планируют свою архитектурную деятельность в будущем, они увидят, что их инструменты, софты и вообще вот это вот разные вещи, технологии, которые есть вокруг, они становятся шире, больше, и вот этот процесс, на самом деле, он не складывается, не схлопывается в какое-то простое написание промпта, а это очень сложная вещь, история, и здесь бы я, наверное, поблагодарила ребят за то, что это было, с одной стороны, очень структурировано и хорошо, с другой стороны, очень кинематографично и интересно, и за такой период времени сделать работу и заниматься с разными софтами и попробовать все это сделать руками, это очень хороший результат, очень круто, и поздравляю, отличная работа, тьютеров тоже поздравляю, отличный результат. Спасибо. Так, Никита? Давайте по порядку, кто как ставил отметки, я так буду продолжать. Те, кто еще не высказывался, вот Антон поднимет. Хорошо. Антон. А то я много уже говорил. Спасибо большое за презентацию, очень интересно. Я хочу увидеть экранизацию этого опыта, мне кажется, мы должны продать права на пульсах. Мы тоже очень хотим продюсера. И у меня есть пара комментариев по поводу, вы говорили, что вы экспортировали мышцы, мысли его в Blender, есть прямой pipeline микроскопер-блендер, где вам не требуется дополнительно экспортировать диаметры. И добавить очень по поводу коридора, который вы с Карпу Гуду не делали. Если вам интересно его ширина и высота более коридора, плюс позиция камер, то вы можете рассчитать высоко каждую тожку в этом коридоре. Соответственно, небольшой стрип решит вот эту проблему. Ясно, попробуем, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. Спасибо. 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 Сергей, давай ты тогда. Да, у меня такой вопрос. Мне интересно, допустим, в этой команде Ольга и Франции еще один специалист. Вы специалисты в какой области? Ну, именно ваш опыт в двух словах. Да, пожалуйста. Ну, а что, все архитекторы, но в целом. Я архитектор, работаю в архитектурном бюро, закончила баклаврят в прошлом году. И вот сейчас успел работать. Я работал в Беларуси пару лет, обычным архитектором, потом работал в Китае, в концептуальном отделе. Также работал в лаборатории по 3D-печати с промышленным роботом Кука. И сейчас занимаюсь бракросхопером и параметрической архитектурой. Изучаю инструменты новые. архитектурно. почему спросил, потому что я сравниваю с предыдущей работой, мне еще интересно про ревик, но я всех подряд долго буду спрашивать. Просто здесь есть детализация. То, то, что я на прошлой работе высказывал такая некоторая архитектурная лепка. И здесь действительно очень классно, что на изображении понятно, какие архитектурные формы там взаимодействуют. И еще Алину поддержу, что очень видно четко пайплан. То есть вот эта работа она пока лидирует, мне кажется, по близости к реальности. То есть в таком ключе можно, мне кажется, даже спокойно начать работать, когда знаешь, что моделировать, а потом как это переносить. Вот так. Да, ну вообще она работала очень интересная, с технической точки зрения вообще классная. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, друзья, за ну, во-первых, за такой увлекательный роман. Мне кажется, это такое уже готовое литературное произведение. Вот о судьбе насчет двух космических цивилизаций. вот как-то финальный кадр, как значит, золото сыпется на землю. Вот, мне это напомнило скорее, ну так, знаешь, если прах развеять по ветру, значит, останки этих прекрасных космических существ, вот, мы находим время от времени в виде маленьких белотых самородков на поверхности планеты. Вот, у меня есть один вопрос, мне кажется, это любопытно было бы, ну, как-то посчитать, а может быть, вы это и проделывали, как сравнить бюджет времени, баланс времени, который был потрачен вами, ну, собственно, на генерацию изображение нейросетью и потом на обработку, то есть, на изобретение способа, как бы, значит, эту форму, придуманную нейросетью или изображенную скорее нейросетью, да, превратить в 3D-модель, ну, и так далее. Вот, у меня есть ощущение, может быть, я не прав и, как-то, предвзято отношусь, у меня есть ощущение, что все-таки основное время ушло на обработку. То есть, ну, как бы, если раньше мы другие инструменты использовали для того, чтобы, значит, с их помощью нашего видения, да, нашего идеи визуализировать и, ну, как бы, проверить, да, и представить в пригодном для дальнейшего использования виде, вот, то здесь, мне кажется, мы, так сказать, сами становимся таким инструментом, вот, для того, чтобы видение на нейросети приспособить для дальнейшего использования, генерации картинок, чертежей, не знаю, чего, чего еще пригодится нам, вот, различных видов, вот, так что, вот, интересно, может быть, кто-то при следующих презентациях, ну, скажет, примерно, времени и сколько человек, да, из команды участвовали в таком этапе, вот, спасибо, а так, очень красивая история про золотых, золотых людей, с треней, по-честному сказать, что приходилось на чем работать, чтобы показать уже результат и, ну, возможность этих инструментов, чтобы все убедились, ну, именно инструмент, да, как, значит, изображение на нейросети перевести в, значит, другую форму и как придумать объяснение практически, да, тому, что, потому что нейросеть предлагает, да, объяснение архитектурное, что на что там может опираться, вот, как это выглядит с другой стороны, с третьей стороны и так далее, какие толщины там у всех этих элементов, какой принцип, значит, матерн и так далее. Да, спасибо, друзья, очень красиво, еще раз повторю, прям, готовый, значит, для фантастического фильма, готовый, или для клипа, готовый сцена. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну, пару слов тоже скажу, что история, конечно, потрясающая получилась, изображение и начальные, которые сгенерированы, и конечный результат, все очень круто, это, наверное, тот идеал, к которому мы стремились, когда этот воркшоп задумывали, ну, в плане того, что у кого-то из студентов что-то такое может получиться, но вряд ли мы в это верили, что кто-то действительно до этого дойдет, и, ну, у вас получилось, скажу так. Поэтому вы большие молодцы, кого-то из вас мы давно знаем, вот с Сергеем, например, потому что вы там в других наших проектах и курсах участвовали, с кем-то сейчас познакомились, и, в общем, это действительно впечатляющая работа, я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел тоже сказать пару слов по поводу, собственно, про нарктив сказали, и мне кажется, это очень хорошо нам, в общем-то, показывает, что есть такая определенная дихотомия между тем, что архитектор подразумевает, что архитектор должен строить здание, и они должны быть реально сделаны и сконструированы, и другая сторона, что архитектор это все-таки в то же время это именно творческое отражение какой-то, и какая-то творческая деятельность, связанная в целом с созданием нарратива, взаимодействий, созданием новых смыслов, и, безусловно, когда мы говорим о каких-то воркшопах, каких-то небольших курсах, вряд ли может представить, что мы можем все аспекты и такого жесткой архитектуры и некого творческого, совсем творческого процесса, нарративного процесса, как, собственно, показали ребята, можем совместить вместе, но в то же время здесь действительно из-за того, что и группа была полноценна до конца, я так понимаю, все-таки большинство людей и так далее, то получилось именно собрать довольно-таки мощный цельный образ с действительно мощным и красивым образом, которым классно перевести, мне кажется, можно как минимум переводить в комиксы, а лучше, может быть даже во что-нибудь другое, и в целом то, что вы попробовали разные именно инструментарии, именно для того, чтобы, опять же, инструментарий это не часть процесса, что ему просто нужен инструментарий, чтобы просто что-то реализовать, нет, инструментарий это часть мышления и имиджорни или как и любой другой подобный инструмент это часть мышления, размышления об объекте, в том числе об его структуре, в том числе об его взаимодействии с другими объектами и так далее, и включенность в общий нарратив. И на всех этапах, на самом деле, даже на этапах банально технических, как кажется, на самом деле это всегда так или иначе работа с первоначальным образом. И мне кажется, как раз здесь получилось реализовать целиком эту схему. Спасибо. Благодарю. Хорошо. Так, ну что, мы можем перейти к следующим ребятам. У нас по порядку группа номер пять. Да, алло. Добрый вечер. Слышно меня, да? Да-да-да. Александр. И меня зовут. Я вот от своей группы. Ну, это вот этот, то есть как бы докладчик. Так, все отлично. Так, давайте я покажу экран сейчас, чтобы все точно увидели. Так. Это и видно, да, мой экран? Да, отлично. Да, все видно, все отлично. Так, ну мы... Погоди, погоди. Вот сейчас вот есть проблемка, потому что мы видим презентационную вспомогательную часть экрана, короче. А, вот так, извините. Так, сейчас презентационную. К сожалению, скорее всего, придется убрать вот это показывать, только расширять, расширенный вид делать. А, я понял. Сделать только, скорее всего, на одну. Вот так вот, да? То есть, так вот видно? Нет, нет, вы видите, что у вас стоит, скорее всего, на два экрана. Да, у меня два просто монитора. Вот, тогда вам нужно это раскрыть и выбрать, в скрин, выбрать второй экран. А, второй экран, все, я понял. Давайте я сейчас так и сделаю. Видно, да, всем? Да, сейчас отлично. Отлично, все прекрасно. Так, ну, по поводу нашей такой, то есть, как бы, этой концепции мира, то, что у нас была наша эта планета, некое это будущее. Вот, и у нас после того, когда, то есть, в одной из этих, то есть, как бы, этих, вообще, экспериментов по созданию вот этого, ну, вот этого, то есть, то есть, как бы, оружия у нас произошла на планете вот этого, то есть, как бы, ну, вот это, то есть, как бы, вот это, то есть, как бы, вот это, то есть, как бы, катастрофа, это глобальная, да, и, давайте я так полистаю, вот, и у нас вся эта планета, то есть ушла в ядерную зиму, и, по сути, людям понадобилось построить некую эту башню, чтобы открыть, то есть, условно говоря, выход к Солнцу, то есть, собственно, задуман проект вот такой башни. То есть, ну, это все эти картинки в имиджорне, они были сгенерированы. Также у нас, то есть, чтобы перемещаться по данной, то есть, как бы башни, люди построили вот такие вот эти, ну, космолеты, то есть, чтобы вверх-вниз передвигаться по данному сооружению. Ну, и также у нас произошли, то есть, как бы, ну, так как у нас на этой, то есть, как бы, вот этой вообще планете нету, это вообще Солнца, то у нас за, там, эти вообще столетия, да, за эти, то есть, как бы, тысячи лет люди стали это вообще, ну, вот это вообще мутировать и, по сути, вот это вообще, вот это вообще превратились в таких, то есть, как бы, этих существ, существ, как на дне, вот этой, то есть, как бы, это вообще марианская, этой впадины. Вот. Это вот вид нашего сооружения из космоса, то есть, вот такая, то есть, как бы, некая, это вот тарелка от сбора, то есть, как бы, света от Солнца. Вот, вот так все это выглядит. Вот, но это вот те самые, то есть, как бы, запросы, которые мы, то есть, это вот этот общеряй, вот этот общеряй, использовали для создания данного мира. Вот, то есть, вот эти, то есть, как бы, существа и сама башня. А, это чуть дальше. Вот, и, собственно, ну, то есть, вот такой вот у нас вот был мир с, то есть, как бы, это моделировано, честно говоря, идея была не моя, а моих, то есть, как бы, вот этих, то есть, как бы, этих, ну, колебок по, то есть, как бы, группе. ну собственно это вот так то есть как бы дальше мы это попытались все это перестроить в некую как бы эту и 3d модель было очень много вариантов но честно говоря я просто как бы непрофессиональный архитектор дай я все это то есть как бы это попытался сделать в в рен а вот это вот то что то есть как бы нашему автору то есть как бы идеи отдаленно и это понравилось что это вот ну такое то есть как бы то есть как бы набросок по по жизни как бы модели из ми джорни по генерации картинки из миджорни вот то есть это то есть но это вот в грассе то что было сделано она ну и также я живы это у нас в курсе был то есть как бы раздел по грассу ну и по применению в меры то есть как бы сетям то есть мне этот как бы разделом не был близок да и интересен ну вот через dal е это то что то есть как бы генерирует вот это то есть вот это вот нейросеть в самом грассе вот такие то есть как бы картинки но очень-очень большой контраст миджорни вот но я думаю это тоже это можно все это все это отладить вот собственно ну так вот все вот вот я как бы закончил окей а ну давайте я слова экспертом передам буквально такой один комментарий что у вас на самом деле была большая интересная история которую вы показывали на первой презентации я просил ее действительно сократить потому что она была прям очень и очень и очень длинной и она ужалась немножко но история была прикольная можно было сократить чуть поменьше вот и в итоге мы с вами пришли к тому что смоделировать наверное что-то быстро не получится потому что там оставалось буквально два-три дня у вас и сделать такой прям коллаж буквальном смысле из элементов но вы попытались смоделировать и в этом наверное молодцы и хорошо что вы попробовали новые инструменты для себя или какие-то инструменты которые уже раньше знали но ответили в них знания на немножко другом уровне там с применением на ли сетей и это большой бонус для вас лично и собственно наш воркшоп он все равно не столько про результата сколько про процесс и я надеюсь что вы для себя какие-то новые штуки почерпнули их сумели понять более глубоко и понять как их можно будет строить свои привычные рабочие процессы и это уже ценно в плане результата конечно пока сыра если так по честному говорить и вам точно не хватило времени чтобы вкладывать ну чтобы вложить его полноценно в проект наверное была там работа и все остальное это все нормально и понятно но я думаю что как процесс это в какой-то степени ценно и удачно и для нас и для вас вот у меня пока такой комментарий если можно алик мне кажется эта работа в первую очередь интересна тем что она была обращена к архетипичным образу этой вавилонской башни это как бы единственная работа которая задействовала уже как бы существующий образ из прошлого и попробовала перевести перенести его как бы в контексте какой-то будущего и другой жизни вокруг него ну да я с тобой в целом согласна что технически наверное хотелось бы более качественные проработки но это вопрос времени здорово что в целом как бы были использованы разные инструменты и они были в том или ином виде апробированы на практике может кто-то еще из экспертов хочет добавить поделиться своими впечатлениями мы будем рады мне интересно стала эта работа тем как раз что здесь идут более простые формы даже я подумал что в в принципе ну так как мы с головой достраиваем это изображение то есть получается допустим данная башня ну в принципе объекты которые близкие к объектам там вращения или там кубу ну что вот вроде такого вот простым формам их может даже проще достраивать или обрабатывать как объем ну то есть они стоят из понятных конструктивных элементов и даже такая мысль возникла что если к примеру ну мы же major делаем там на других нейронках 2d вот а там фасады и все основное это тоже 2d то есть каком-то ключе даже объединив ракурсы теоретически можно даже выводить какое-нибудь там 3d изображение ну то есть простыми форме нам проще взаимодействовать чем меру более сложно и тут отражающую на степени проработки там предыдущий проект нужно было очень много времени потратить на моделирование и чем сложнее форма тем сложнее повторить а если допустим оперировать вот объемно пространственную композицию брать вот и ее как бы переводить уже в 3d а потом ее там усложнять то это может быть один из вариантов как ну подходить такой вот два этапа скажем так при переносе из нейронок в объем вот такие мысли да я еще кстати такой маленький комментарий и я его не высказывал на предпросмотрах и на промежуточных результатах но вы пожалуй единственная группа кто и в принципе это не было фокусом нашего воркшопа и мы такое не задумывали но вы сами это сделали это интересно что вы не стали буквально переводить изображение в из миджорни которые у вас получились в некую сцену придумали нечто свое просто опираясь на образ то есть у вас была вот эта идея башни вы изгенерировали несколько изображений картинок но в итоге вы потом у вас была идея я помню что смиксовать несколько существующих башен из реальности больше а не из того что вам сгенерировала миджорни и из этого получить некую форму и получается что вы взяли просто идею какую-то вот изначально ее попытались опробировать миджорни но потом ушли от того что вам миджорни непосредственно дал в некую другую форму и это тоже довольно интересный результат в плане хода вот этого процесса который у вас шел да еще добавить что мне мне здесь в этой работе как бы кажется интересным именно стилизация в которой вы работаете с ней и то что вы создаете и скорее образы и архитектурные они почернуты образы потому что они не фото реалистичны это тоже такой интересный процесс который позволяет раскрепостить и иметь возможность на следующих этапах уже конструировать новую реальность не именно не просто переносить ее собственно как будто ее и просто через там выдавливание субдивит и что-то еще а именно приду перепередумывать это мне кажется тоже довольно-таки важный момент творчество который может быть не бесшовная а специально шовная проектирована стилизация кстати прикольная она ну опять же вот и в том рассказе который вы нам рассказывали они на аудиторию может вы потом где-то себе отдельный вебинар проведете и расскажете всем это история у вас интересно если в полном формате рассказ просто у нас время презентации наверно не позволяет 30 минут слушать условно это но если вы это вот взять стилистику этой истории и взять стилистику изображений они как будто из одной какой-то главы вышли что ли так можно сказать вот как будто это один человек рисовал хотя это рисовала там нейросеть условно и один человек писал и вот это как будто был один и тот же человек с одной стилистикой и в этом интересная штука как это власть она такая как будто полу вот как были фантастические рассказы там не знаю семидесятых восьмидесятых годов вот она как будто оттуда и это довольно такой интересный факт интересное наблюдение следующий да я думаю что мы можем перейти к следующей группе дальше у нас идет группа номер три добрый вечер добрый я вам представлю проект который мы выполнили вместе с антоном кривенко и ольгой власовой вот нас получилась мета вселенная риф которая начала свое существование как волонтерский проект с целью привлечения внимания важности сохранения мирового океана и затем развилась в сложную цифровую вселенную которая настоящий момент имеет свою экономику и законы привлекает огромное количество пользователей переходя пространство мета риф вы начинаете путешествие подводное царство кораллов где жизнь таинственная и глубока хранит множество историй океанов нашей планеты мета риф и множество городов разных уровней и размеров есть города поверхностные светлые которые еще проницаем и солнечными лучами есть глубинные города где естественный свет излучают только его древние обитатели подводные города кипит жизнь движется транспорт косяки рыб и планктона работают магазинчики торговцы продают еду с тележек галереи своих гостей и городские парки структуры подводных городов уникальны устойчиво этих обеспечивает особенным образом укрепленные кораллы одновременно жесткие и гибкие принимающие причудливые формы и мета риф имеет развитую сеть подводных течений направленных до вытянутых коралловых структур отдельно напоминающих дороги коралловые леса напоминают мир своим причудливыми образами сплетаясь воедино они образуют волшебные пространства и представлены для прогулок для проведения мероприятий ну и конечно для майских праздников например переходя в пространство мета риф вы выбираете для себя персонажа уникального или создаете собственного также в подводных городах есть и свои жители они могут выступать в качестве гидов продавцов магазинах водители маршруток обменщиками валюты и еще с ними можно просто поболтать мета риф наполняет исследовательские и пассажирские водные шаттлы корабль движется за счет подводных течений и часто не имеет конкретной точки назначения внутри них зачастую встречается свой внутренний мир с кораллами и маленькими рыбками чистильщиками мета риф это коммерческий проект где часть потраченной суммы пользователей идет на сохранение мирового океана и как же выглядит мета риф со стороны с точки зрения разработки разбираться сейчас по порядку изначально была идея это концепция подводной метавселенной но для большей детализации мы решили задать вопрос gpt в итоге у нас сформировались некоторые идеи конкретика по поводу подводного мира мы поняли что для того чтобы получить от меджорни конкретный результат который нам нужен нужно как научиться с ним разговаривать и мы попробовали использовать команду describe чтобы узнать как он воспринимает все те или иные изображения и так у нас сформировались наши удачные промпты далее мы приступили к самой генерации изображения меджорни и через перебор промптов у нас появились образы архитектуры для будущей для объектов нашими мета риф мы замоделили несколько объектов архитектуры и окружения использовали monster mesh чтобы получить модели сгенерированной нейросетью для антуража блендер с помощью модификаторов выдавили текстуры рельефа деревьев и к финальной презентации собрали общую сцену с настроенными материалами освещением по мотивам сгенерированных промптов вот наглядная демонстрация того как получилось освоить за достаточно короткие сроки курса абсолютно новые для себя программы что блендер мы до этого вообще ни разу не пользовались и самому главному вот мы рады презентовать свои визуализации нашего проекта подводными подводного метавселенского сеттинга вот он выделяется яркими зданиями и вспомогательными объектами вот оригинальными персонажами транспортом и также есть идея важности сохранения подводного мира и наверное сказать то что в планах вот на будущее с этим проектом это возможность попробовать использовать данные объекты существующих метавселенных это образом до этого доработать большое спасибо за внимание спасибо по моему все круто получилось в итоге много мы вы точнее боролись с разными проблемами возникающими вот давай серёга тебе слово да не сразу не терпел сказать мне это работа первое что понравилось что сразу изначально было заявлено что эта концепция образ и вымысленный вымышленный мир допустим там самая первая предыдущая но самая первая работа она вот что было на грани как бы вроде фантастика но мы пытаемся сделать артуру вот он вторая там более техническая здесь вот скажем так идет такое 3d отрыв а вот и это на самом деле ну это клёво вот туда же не возникает вопрос типа надо с этого вообще артуру делать или не надо я считаю что не надо это как образцы чтобы расширить как бы воображение она отлично работает прям в таком виде вот что на эдуард говорю там артура как художественная часть как концепция вот и второе очень классно что мне понравилось я услышал что вы задавали о там миджор не спрашивали как она видит изображение вот я считаю что это очень важная интересная часть но чтобы как бы понимать так каком языке общаться они просто методом там промптов там получится карте то что я написал поймет она или не поймет вот как раз вот создавать такой диалог выстраивать типа почему она так делает почему так видит это круто это наверное как работаешь там с художником или с дизайнером подходишь к нему спрашиваю что ты нарисовал вообще вот он начинает объяснять ты понимаешь и относительно это уже может давать корректировки вот это вот очень классная штука я щас кстати монстр мышь сразу гуглю тоже прикольно вот спасибо у вас очень жизнерадостно веселый проект а я люблю побольше цветов спасибо ну алина давайте в таком порядке спасибо за проект мне тоже показала что она сильно как-то отличается от остальных потому что во первых тут нету вот я понимаю что с одной стороны воркшопом задано определенный определенный технический пайплайн и как бы возможность попробовать разные инструменты и поработать с ними и софтами с другой стороны мне очень симпатичная идея не прямой какой-то вот вытягивание геометрии да а именно интерпретации и здесь я ее увидела и мне показалось это симпатичным надеюсь это связано не с тем что вы открыли блендер первый раз а что это все таки идея и задумка команды и на самом деле поводу задумки команды наживут все первые рендеры компты которые нам выдавал миджорни вот они все примерно в таких же цветах мы старались как бы но отдаленно привести к такому виду как у нас получилось от миджорни вытащить вот если говорить о такой некой атмосфере а вайбе понравилось что тут можно и дальше рассуждать о таких глобальных вопросах но как будто бы несерьезной форме и это вовлекает и это интересно поэтому нарратив тоже очень классный но мне вот особенно симпатичная идея все-таки интерпретации разных изображений текстов из чат gpt по моему там у вас был и создание каких-то своих миров и конечно ужасно симпатичная идея перетащить этот метаверс мы конечно работаем с разными платформами иногда в основном даже чаще делаем сами виртуальные пространства и тут вам придется тоже поработать с оптимизацией и с тем чтобы все корректно работал если вы это захотите сделать но это классный опыт и мне кажется тоже очень симпатичный этап дальнейшей разработки поэтому желаю удачи отличный проект спасибо спасибо за презентацию отличный проект единственное что я хочу заметить ваша 3d сцена несколько подрывку по симпатизации отличается от того что сгенерировали то есть хотелось бы немножко больше перенести дуть всех изображений в 3d сцену сейчас она такая хаотичная не совсем погружает нас представлена спасибо доработку да тоже можно спасибо я пока можно добавлю что здесь не да мне во первых раз как вы переобразовали концепцию мне кажется очень хороший был ход с тем что вы ушли от попытки сделать вот именно такой виртуальный как бы виртуальный мир или вот как бы непосредственно проект виртуального пространства вот и это довольно таки интересный ход и который может сильно нужно даже дорабатывать пытаться его как минимум протестировать на платформах типа спешила и и так далее чтобы можно посмотреть и попробовать его и возможно найти какие-то следующие ходы и его развитие вот и сама стилистика тоже которая вышла на конце мне тоже кажется мне кажется интересным потому что она она отошла от как раз тут первоначальной такой стилизации но как раз она и через вот эту появившуюся непосредственность 3d пространства она в то же время создать собственный образ который непосредственно сочетается как виртуальное пространство что тоже важно если идентичность виртуального пространства и и таким образом вы устраиваете уже и вас по данной картинке это уже само по себе рассказывать историю картинка рассказать историю самовсу внутри самого самого себя без дополнительного текста в том числе спасибо да по моему тоже получился очень классный итог и молодцы что вы до него дошли и я знаю все сложности которые возникали на пути к этому процессу и сколько у нас было там текстовых диалогов видео диалогов чтобы какие-то частные вопросы решить и я до конца сам не знал что у вас получится и ну на мой взгляд получилось классно и очень живо и интересно все это презентовано поэтому поздравляю вас тоже с завершением курса и с отличной работой вот все все здорово я вижу вопрос в чате давайте я быстренько поясню этот момент что почему у нас работы такие фантастические я уже в двух словах говорил и конечно то что мы делаем в рамках бюро на работе каждый из нас каждый из участников этого воркшопа это одна история это что мы делаем здесь немножко другая связано это прежде всего с таймингом с тем что нам надо много инструментов попробовать когда у вас реальный проект вы должны его и проектировать как в реальности у вас должно быть время на это ну либо делать что-то скучное максимально там четыре стены и крышу и это можно успеть за короткий промежуток времени либо если прилагать к этому определенные усилия то ну любая концепция она делается силами небольшого пусть но коллектива и в течение там не знаю месяца у нас все таки было скажем так три недели но по факту это три недели вечеров которые участники могли посвятить этой работе плюс еще декции плюс освоение новых инструментов и просто нереально за такое время собрать что-то реалистичное поэтому мы сразу от этого отошли чтобы не уделять внимание всяким аспектом типа как снег с крыши убирать и как входить в это здание как из него эвакуироваться там и так далее и искали вот придумывайте историю дали такую свободу и это нам развязала руки для того чтобы использовать именно настоящие инструменты они погружаться в проектирование скажем так на сцене еще еще можно сказать добавить что на самом деле не был запрет на то чтобы здесь проектировать что-то реалистичное просто это желание уже участников групп то есть мы объяснили что это открыто открытый процесс не можете придумать разные варианты в том числе и реалистично реалистично это как будто тоже зависит еще в том числе и участие а сергей что-то у меня комментарии после ваших комментарий маленькая вот я считаю что вот взять второй проект этот проект это отличные ртурные проекты вот в рамках в этом воркшопа мне кажется даже больше и не надо делать ну что на второй проект очень хорошо показывать технический пайплан что говоришь что вот картинка вот мы сделали реальность моделировали а последний вариант показывает насколько можно вот гибко вообще принципе порассуждать и концепцию какую-то ртуру накинуть вот поэтому ну это это ртура очень классная спасибо ну что переходим к следующей группе у нас еще два выступления осталось если я правильно все считаю группа номер четыре всем привет привет меня слышно а тебя слышно и все обидно у меня видимо не работает колонка мы решили переосмыслить один из самых философских продуктов российского кинематографа смешарик в этом году им исполняется 20 лет и мы не могли обойти туда стороной во время очередных своих исследований пин из смешариков переместил всех участников в новую реальность альтернативную которой никогда до этого не были и они не знали как это вселенная по каким законом она работает и поэтому все новые объекты которые они там создавали они решили создавать внутри сфер чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и возможно избавиться от какого-то токсичного влияния самой среды каждый из смешариков занимался каким-то своим видом деятельности в этой вселенной я чуть подробнее об этом расскажу нюша занималась выводом новых видов растений потому что сказала вселенная была безжизненная и ее нужно было чем-то наполнять крош у него такой специальный костюм комбинезон скафандр даже скорее он создавал связь связи между теми сферами которые они строили потому что его костюм позволял ему перемещаться без влияния среды он налаживал среди пин работал над созданием самих сфер лабораторий и вообще всей инфраструктуры которая там существовала и ежик занимался техническими вопросами поддержкой помощью каких-то других сферах в общем оказывал саппорт всему вот так выглядела лаборатория так как оригинальные смешарики жили в ромашковой долине основное растение которое они начали выводить были ромашки и на их основе все и держалось помимо лабораторий у них были еще очистительные сооружения которые также напоминали ромашки они минимизировали влияние среды и позволяли собственно проводить строительные работы делать сферы чуть-чуть подробнее расскажу про процесс моделирования как мы это создавали вот здесь виден промпт который мы писали в миджорни сначала мы создали несколько миров а потом стали наполнять деталями персонажей проработали и перешли к моделированию у нас была генерация в миджорни на основе которой в райна и игроскопере мы сделали сами сферы связи между ними вот так выглядел скрип грайси без подробностей после мы перенесли все в 3d max сделали рендер собрали все все продукты в одну сцену еще раз вернусь к рендеру также мы сделали ажирай карту в миджорни и поженили все вместе на этом у меня все спасибо спасибо по моему тоже здорово получилось и я первый раз когда увидел вашу идея так и подумал блин какая странная идея из нее наверно сложно будет что-то сделать нормальное интересное но у вас получилось и получилось действительно здорово то есть мне очень нравится сама сцена которая у вас придумана мне нравится как вы качественно смоделировали объекты и рендер этот финальный тоже очень классный сам по себе это что у него имплементировано несколько разных техник которые мы показывали это тоже здорово плюс вы еще куча своего там привнесли и в общем по-моему все отлично но я еще наверное пару слов чуть больше добавлю если у нас какие-то комментарии от экспертов да у меня есть у меня вообще возникла мысли там изображение где показывали вселенные там не уши остальных они на один на первый взгляд мне очень напомнили эксперименты дискретной архитуры я сейчас просто гуглю хотел пару проектов конкретно назвать очень заключается в том что это объект он собирается из определенных мелких частиц небольших и с помощью них как бы можно выстраивать какие-то композиции вот там вот может эдуард или альберт могут вспомнить или там мира собрать стул из различных пазлов там робот может просто определять какие-то элементы есть помощью них что-то конструировать вот и принципе это можно еще даже использовать как вот через промты задавать какой-то поиск поиск вот это вот именно вот элементом мелкого архитурного элемента с помощью которых можно уже генерирую даже вот такие вот абстрактные вещи вот и принципе есть в этом направлении как двинулся то думаю что то можно с этого можно конкретную форму даже вводить даже не страшать что там нужно там все это 3d моделировать и так далее принципе там может собрать даже из там типа аля вокс или или каких-то подобных отдельных элементов которые просто методом комбинации как конструктор это в объемом может складываться да это отличный комментарий я кстати даже думал о таком не прям вот о том что ты сказал что деталь придумываешь но я думал использовать например моносерос в этом воркшопе чтобы ну скажем так через я через паттерны это хотел преподнести то есть придумать какой-то паттерн этот паттерн перевести в деталь и эту деталь раздражать но то что искал это тоже да имеет место быть и это классная идея классный подход да вот моносерос ты правильно сказал прям точно такие комбинаторные инструменты алина да спасибо за проект любопытный мне кажется что мой комментарий будет отчасти к проекту отчасти вот комментарии в чате который был перед проектом и мне кажется это отличная вообще иллюстрация того почему она таких интенсивах и почему таких воркшопах если можно так сказать должны быть именно не какие-то заземленные истории потому что они вам позволяют отдаляться и не зацикливаться на каких-то категориях и каких-то вот вещах связанных с профессиональной деформации это относительно там работы материала стоимости каких-то нормативов и так далее то есть когда мы полностью отдаляемся и думаем о каких-то казалось бы не архитектурных историях мы нащупываем какие-то новые для нас интересные вещи и ценность как мне кажется вот эту интенсива отчасти в том чтобы попробовать какие-то вещи которые вы в своей практике никогда не попробуйте пропускать инди странными типологиями вообще странными концепциями и протестировать их очень быстро real time потому что как раз таки генерация ваших изображений в миджорни изначально они позволяют очень быстро генерировать разные изображения и тем самым вы проверяете некоторые свои гипотезы можно ли смешивать такие изображения подойдет ли такой концепции такой мир и так далее поэтому как мне кажется что была очень верно задана история того что не надо делать какую-то понятную типологию нужно совсем полностью отлететь скажем так и делать что-то такое совсем необычное совсем интересное поэтому проект хороший поздравляю и до следующего тогда спасибо за презентацию очень классно сделан проект очень хотелось бы увидеть исследование сферической архитектуры что вообще возможно поместить в сферу как уложить жизненную класть в сферу и так далее кажется это было бы забавно спасибо так ну я еще добавлю буквально маленький коммент что очень классные генерации которые в начале презентации шли ну помимо того что классное моделирование но от сами генерации и они крайне необычные интересные получились и это тоже для нас здорово потому что у нас тему воркшоп как бы во многом на этом строится вот очень молодцы поздравляю вас за завершением курса поддерживаю все что было сказано сказать что то еще очень сложное дополнительно все 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 это все очень очень здорово и и мне в том числе и кажется что то что вы скачали из блендера использовали свой это и свой инструмент виду макс в принципе даже это вам помогло потому что опять же мы же блендер не использовали того чтобы описать как раз работать бандером а именно попытались вам описать разные пайплайны и мне кажется собственно вы захотели схватить собственно саму идею концепта и собственно сделали на том инструментарии развили его по-своему это очень здорово так ну что тогда переходим к следующим ребятам у нас по моему последняя презентация группа номер 7 добрый вечер меня слышно да отлично что здравствуйте меня зовут наталья и вместе с валентиной и заочно владиславом мы хотим представить нашу итоговую работу валя привет единственное у меня что-то последнее время очень странно с интернетом последние 10 минут поэтому если я вылечу валите придется подхватить это хоть и на улице так все видно да да отлично мы назвали нашу вселенную бион сенсис то есть за грани чувств чуть позже будет понятно почему при работе нашей вселенной мы использовали чат gpt для более глубокой проработки и раскрытия темы мы размышляем на тему того как будет как будет выглядеть наша жизнь через десятки лет когда в силу различных экономических экологических прочих проблем жить на земле станет затруднительно и все человечество будет переселено на новые планеты и мы предполагаем что эти территории будут очень быстро застроены и приспособлены жизни высокотехнологичными машинами и вся инфраструктура здания дорожная сеть вся промышленность какие-то леса поля в общем все что человечество создало создало оно будет переработано переосмыслено искусственным интеллектом и в каком-то виде доработано и вот в каком виде и мы попытались представить начав новую главу эволюции на новой планете человечество лишилось необходимости заниматься ручным физическим трудом так как все производственные даже на рутинные процессы стали автоматизированы и поэтому труд стал исключительно творческим и интеллектуальным но что что характерно для роботов в том числе для многих стал тоже творческим и в целом в нашей воображаемой вселенной люди и роботы не конкуренты друг другу а наоборот мирно сосуществуют и учатся друг у друга новому валя передай слово а так например роботы захотели воспринимать мир также как и люди через пять органов чувств свою очередь люди также могли попробовать новые чувства присущие роботам электромагнитное восприятие и квантовая интуиция для одной и другой задачи были созданы специальные устройства и нательные датчики благодаря ним роботы смогли наравне с человеком чувствовать музыку ходить на концерты в рестораны готовить но и делать также более сложные вещи например передавать и записывать эти чувства в неподвижную форму и конечно в нашей вселенной общественный личный транспорт перемещается не только по земле но и по воздуху я сейчас приторможу чтобы у меня должны успели посмотреть а ну дальше у нас наташ да табличка да вот это наша была рабочая табличка для генерации элементов вселенной пожалуйста да про объект этот интересный для нашего коллажа мы хотели воссоздать пример типичной городской площади в жилом районе с какой-то большой архитектурной доминантой по центру какими-то развлекательными павильонами и наполнить ее собственно антуражем наполнить ее людьми роботами транспортом того времени и вот в качестве архитектурной доминанты среди многочисленных идей нас вдохновила вот эта форма мы решили сделать из нее центр чувств то есть такой культурный центр место для встречи роботов и людей общение обучения друг другу и буквально пару слов как создавалась эта форма я делала я в целом в целом я как раз сейчас изучаю ирины интерс хоппер немножко рекламы на курсе альберта и сергея вот но конкретно сабди я столкнулась первый раз и у меня было много неудачных попыток когда я пыталась там взрослых кусков что-то склеить в конечном итоге наиболее удачно оказалось когда просто из одного куска как из пластилина начала все тянуть и вот наилучший вариант получился такой и дальше мы уже его перевели в мэш ну и соответственно дальше с ним работали возвращаясь к презентации опять же из разных идей мы вычленили вот такие формы для павильонов к сожалению не успели сделать их все под этими павильонами мы имели ввиду такие преобразователи физического физического сенсорная например пройдя через такой павильон можно на пять минут почувствовать себя роботом или соответственно человеком а иные павильоны позволяет связываться адрид павильона мы также делали врина и с помощью генерированной стейбл и фьюжн текстура мы получили вот такой результат как уже после наложения материалов и текстур так секунду так валя ты тут передаю да да и так в общем то мы постепенно начали собирать из всех этих объектов нашу сцену мы столкнулись вообще с проблемой подгонки всех картинок под какую-то единую стилистику и в итоге решили представлять эту композицию вечернее время чтобы более эффектно смотрелись подсветки для заднего фона коллажа мы использовали сайты генерации 3d панорам и ну суверенит уже в силу нехватки времени готовый коллаж мы не успели выполнить блендер в объеме и доводили работу просто знакомых нам программах с последующей обработкой фотошопе тут конечно смешно потому что мы стали имитировать наверное работа нейросетей так в общем то стала выглядеть наша конечная ну именно в модели сцена отрендеренная с павильонами и вот с главным этим центром чувств и уже финальные картинки которые мы в общем то интегрировали всех наших персонажей и создали вот эту площадь ну и напоследок у нас появилось видео наташа давай запускай а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Про процессы, про свои какие-то впечатления, ощущения. И, конечно, для меня, как для практикурующего архитектора, много на самом деле было сильно в новинку и сильно удивило. Но самое главное, что поломало мой мозг, к архитектору я всегда примерно знаю, к какой презентации мне надо стремиться. То есть это какое-то количество планов, разрезов, визуализации и так далее. А здесь нам задавали задания каждую неделю, и ты должен был просто открыто, не цепляясь за результат, к которому ты должен прийти, что-то погенерировать и пофантазировать. И это было суперкруто. Спасибо вам за это. И это, честно говоря, давно не удавалось вот так открыто и свободно что-то создавать. И большое спасибо моим ребятам в команде. Если бы не они, я бы, наверное, слилась уже после второй недели. Так что спасибо вам большое за этот процесс. Так, у меня все. У меня тоже. Окей, отлично. По-моему, вообще супер получилось на самом деле. И я не знаю, что вы там сомневались перед презентацией по этому поводу. Мне даже некоторые штуки нравятся в итоговом результате больше, чем у вас было изначально. Там в Миджорне, например, то, что вам нейросеть дала, и как вы некоторые вещи преобразовали, у вас получилось намного лучше. И вы прям сделали настоящий коллаж. То, что в заголовке нашего задания висит, и это тоже очень интересно смотрится. И, ну, короче говоря, много-много-много всяких плюсов. Классно, что анимацию сделали. Я так понимаю, это деформ, то, что мы прям самое последнее рассматривали, и то, что мы успели, это прям здорово тоже. Да, спасибо большое. Да, хотел бы добавить, может быть, по поводу, что действительно очень здорово, что у вас преобразовалось. И сам объект, мне кажется, центральный объект, он очень классный. Герри бы позавидовал. И в целом, действительно, эта коллажная история, она как бы у вас сейчас, она работает, и она именно задает ту самую атмосферу. Мне кажется, тоже очень важно захватить самую атмосферу от того, с чего вы рассказываете, и у вас это получилось. Плюс вы действительно сделали достаточно много именно архитектурных конкретных объектов. И то, что за деформом удалось сделать, мне кажется, классно, потому что именно это дополняет, опять же, вот эту атмосферу. Создает вот этот вайп, о котором вы рассказываете, он немножко такой стилистический, немножко другой, как раз в стилистике фантастики 70-х годов, 60-х. Но как раз, возможно, это такая хорошая, в целом, дополняет именно общую вашу картину, которая у вас получилась. Это как убить Билла, там идет-идет, а потом анимационная штавка какая-то. Так, Серега? Да, мне тоже понравился калаш, но в том ключе, что нет замучивания там одной или каких-то двух картинок, а, в принципе, достаточно легко можно оперировать частями изображения. Потому что, насколько я, по моему опыту знаю, ни одна генерация не делает все идеально красиво. Вот, и это тоже очень честь. И второе, что там по поводу последнего ролика, то, что тоже там Альберту понравилось. И мне он нравится, но я подумал в таком ключе, что, если позволяет там мощности вычисления, сделать именно морфинг объекта. То есть, допустим, какой-то павильон и сморфить, чтобы он там в течение, там, сколько там минуты или там 30 секунд, он постоянно как бы менялся, сморфился. И, по сути, это как такая некая поисковая модель какой-то определенной формы. И его можно там влево-право крутить и как-то вот находить какие-то интересные детали в разное время. Это тоже, ну, это как идея, тоже можно было бы интересно делать. Вот, ну так, спасибо. Ну, проект интересный, очень хороший, спасибо. Спасибо. Мне еще, кстати, отдельно хочется отметить саму историю, потому что она, наверное, одна из моих любимых, вот из всех групп. И она очень коррелирует с тем, что мы изучаем, и у вас такой микс роботов, которые становятся немножко людьми, вот как нейросети научились, условно говоря, выдавать какой-то результат, ну, типа творческий, что, казалось, там еще 15 лет назад у кого-то спроси, и все будут говорить, что там роботы заменят нас в каких-то технических вещах, но никогда не сделают ничего творческого. Вот, оказалось, что это не так, ну, или не совсем так, и что алгоритмы тоже могут делать что-то необычное и приближенное к творческому результату, хотя это и через технические их свойства получается, но какая разница, если мы видим, как итог, интересное изображение. И вы эту историю как будто бы, может быть, интуитивно, а может быть, и специально взяли и переложили на свою, и это очень интересно получилось. Спасибо. Спасибо большое за обратное связь. Да, я хотел сказать, что так, как это последняя группа, то, соответственно, можно, мне кажется, давать уже какие-то более общие комментарии, если у кого-то из экспертов есть, в целом по процессу, и, может быть, вообще свои мысли, которые родились. Да, Алина? Да, я бы, наверное, уже сказала бы, что можно как-то подвести все вместе. Во-первых, поздравляю всех участников, мне кажется, что у вас появилось, во-первых, очень много навыков, во-вторых, такое некое первое касание с разными технологиями, и это хорошо. У кого-то, я так понимаю, путь прошел более нежно, плавно и деликатно, кому-то было сложнее, но это не столь важно, потому что важно пробовать, тестировать и экспериментировать, и выбирать то, что вам ближе. Тот, кто менял, например, софт или у кого-то получался не тот pipeline, который был задуман изначально, это тоже в целом такой результат эксперимента, который вам показывает, как можно по-разному собирать, ну, условно, как из блоков совсем разные истории, и мне кажется, это очень важно. Второй момент, который я бы сказала, что, конечно, поздравляю тьютера, куратора, отличный вообще интенсив, очень, мне кажется, плотный, с одной стороны, судя по комментариям, я не была на ваших занятиях, но судя по комментариям и по тому результату, который есть, это была очень плотная и непростая работа. И отличная вещь, мне нравится она с точки зрения в целом подхода к технологиям, да, и с точки зрения выстраивания нарратива, как я повторюсь, мне кажется, что здесь важно не заземляться, а важно именно дать полную свободу, потому что иначе мы будем все время находиться в рамках некоторых своих категорий, а это не то, что нужно для таких вещей. И также наверняка многие из вас объединились в команды, в которых вы еще не были, и это тоже любопытный задел, потому что вы можете дальше вместе как-то собираться, делать проекты, делать даже какие-то конкурсы, поэтому тоже классный, мне кажется, нетворкинг, и думаю, что у вас было очень много любопытных историй внутри этого интенсива. Поэтому, мне кажется, в целом все очень классно получилось, и поздравляю всех участников, тьютеров, мне кажется, здорово. Если нужно сделать какой-то некий тейп на дальнейшее, конечно, здесь интересно поговорить о том, все-таки, где мы находимся сейчас, как вы тут оказались и куда мы двигаемся, потому что у меня вот в начале была моя некая дискуссия о том, как меняется роль архитектора, и в данном случае я, наверное, настроена весьма оптимистично, потому что мне кажется, что мы на пороге чего-то очень интересного, и мы на пороге того, когда мы можем не соревноваться с технологиями, не использовать их, как мы обычно используем все вокруг себя, как некие инструменты, а все-таки рассматривать технологии, как некоторых соавторов, компаньонов в творческом процессе, и генерируют что-то такое действительно новое. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо всем участникам за прекрасные презентации. Спасибо организаторам вебсопа и преподавателям. Мне кажется, результат получился более чем достойный. И я прошу к участникам, вы, по-моему, были применить новые для себя технологии в каком-то архитектурном пайплайне. Я надеюсь, что это было интересно, и, возможно, какие-то элементы, какие-то рабочие процессы вы перенесете в свою ежедневную деятельность. Это было бы, мне кажется, главное достижение текущего вопроса. Спасибо. Да, Сергей. Я тоже, конечно, скажу. Я тоже спасибо большое за работу, и мне очень понравилось, что они были разные работы. То есть я посмотрел, там действительно в каждой работе был какой-то свой метод и свой акцент. И еще я понимаю, что данный способ, скажем, подход к моделированию и проектированию, вообще ведению проекта с помощью алгоритмов нейронных сетей, он, благодаря тому, что он очень гибкий, то внутренний мир и опыт автора, он ближе, как бы, можно транслировать более прямым способом. И это очень круто, и, в принципе, он помогает лучше чувствовать архитектуру и, в принципе, передавать свои ощущения. Вот. И вообще, в принципе, по поводу курса и направления, я считаю, что вообще это классный курс. Очень хорошо, что он так вот выстрелен, потому что я давно знаю, что Эдуард интересуется нейронными сетями, и вот Альберт тоже какое-то время начал этим заниматься. И я думаю, что, в принципе, даже через, там, условно, пару лет или даже, может, раньше, это станет более обычной практикой, потому что я здесь на это вижу как инструмент моделирования и как помощник, и там никакой войны между нами и искусственным интеллектом не будет, и профессии тоже никто не будет лишаться. Это будет еще один инструмент, более гибкий, и он очень удобный. И, в принципе, курс, вот, скажем так, правильно вставлять в пайплайн рабочий, и достигать определенных целей, вот это очень важно. И, ну, мне кажется, он будет развиваться и будет актуально еще в достаточное время. Вот. Спасибо вам большое, ребята. И что пригласили, тоже очень было классно посмотреть на меня. Все. Вот, все лапочки. Спасибо всем большое. Я, наверное, еще... Мне кажется, этот воркшоп, этот интенсив, это очень важный вообще момент, когда в марше актуальная повестка обретает какой-то физический смысл, не только остается во внутренних каких-то группах и обсуждениях, а начинает обсуждаться уже на более широкую повестку. Мне кажется, это очень классное начало. Я очень надеюсь, что оно будет дальше продолжаться. Большое спасибо организаторам марша, что получилось воплотить задуманное. И с большой спасителем и экспертами за то, что вы столько усилий приложили для такого замечательного результата. Ну, у нас тут в ходе дискуссии и обсуждения работ много всего интересного прозвучало. Вот Алина часть этих вещей подытожила и проложила нам мостик, я думаю, для не очень длинного, но обсуждения, которое мы можем здесь развить. И то, что в начале вопрос Никита Токарев задал по поводу того, являемся ли мы, как архитекторы, все еще творческими субъектами или уже не являемся, и это довольно интересная штука. И тут можно вообще с разных сторон к этому подходить и вообще себя конкретно рассматривать или профессию в целом. И это может быть, отсюда могут идти вообще разные выводы, потому что, например, если я возьму себя как специалиста, то для меня всегда существовала какая-то нейронная сеть, просто она заключалась в голове некого руководителя или человека, а сейчас она может заключаться в алгоритме Меджорни, например. И раньше, условно, когда, так как я наемный работник и специалист, архитектор, который много придумывает, но не придумывает все-таки базовую какую-то идею проекта, это делает, условно, кто-то из моих боссов, Вольф Прикс или у кого-то это делает, заходит, я это воплощаю, то для меня эта нейросеть, она как всегда существовала, так и сейчас существует. Просто я могу это для своих проектов теперь сам придумывать более быстро и не брать скетчи от людей, которые руководят группой. И так как эти люди, и вот, допустим, и Патрик Шумахер так высказывался на некоторых круглых столах, они частично себя, эту ответственность убирают и говорят командам, окей, давайте вы тоже будете нейросети использовать, и я вижу это в студиях, в которых я работаю и в которых работают мои коллеги, что сейчас все это стали использовать на концептальном проектировании, то получается ситуация обратная, что как бы, а теперь вот специалистам, которые наемные, у них появился прямой инструмент, как генерировать что-то самим, просто основываясь там на каких-то, допустим, вводных от начальника, а не просто брать его вводные и их пытаться воплощать. И это вот, с одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, если мы говорим о том, что нейросети является вот неким простым инструментом, где ты можешь что-то написать, и вот у тебя как бы готовы результаты, просто бери и воплощай, то это, конечно, тоже не так. Во-первых, инструмент сам по себе довольно сложный, и даже в Миджорни сгенерировать что-то нетривиальное, это, ну, непросто, я бы так сказал. Особенно, когда вы внутри этого и видите много артистов, художников, архитекторов, которые тоже генерируют, и попытаться выделиться из их ряда, это задача совсем непростая. И мы тоже на этом воркшопе там специальную технику предлагали, в том числе и для этого, как смешивать с разными образами, которые возникают в голове, свои какие-то идеи. Вы по промтам, если обращали внимание, которые в презентации были вставлены у ребят, могли на это заметить. И вот в последней группе она целую табличку показывала, это тоже был наш инструмент, когда мы продемонстрировали этот подход и сказали каждой группе свою такую табличку сделать, через которую составлялся в итоге один или множество, на самом деле, там множество промтов было для разных объектов в сцене. И это тоже не так прям тривиально, как кажется, что просто написал и готово. Но когда вы уже начинаете с этим работать, как с неким инпутом, который в ваш проект входит и который надо развить до формы и до конечного дизайна, то в этом процессе огромная составляющая именно творческая. И да, это процесс частично технический, да, вам нужно придумать, как это сделать, но вот слово придумать, оно не случайное в этом предложении. То есть оно как бы отсылает нас к творчеству. И вот эта придумка того, как это воплотить, как это сделать хотя бы на уровне модели, не говоря уже об уровне реального построенного здания. Это очень сложная штука. И я думаю, что эти инструменты, они в этом смысле довольно сильно повлияют и на процессы, и на то, как архитектура в конечном счете будет выглядеть. Потому что она точно будет другой уже там через пять лет, когда те здания, которые проектироваются сейчас, мы увидим их воплощенными. И вот такие у меня комментарии на этот счет. Да, мне кажется, ты хорошо задал как бы общую рамку. И я вот хотел тоже добавить по поводу вот этого тезиса по поводу легкого вхождения. И кажется, да, действительно, может быть очень легко указаться, что нейроносеть за себя делает. Но это также можно рассуждать об этом, думать об этом ровно с той же точки зрения, когда мы думаем, не знаю, о карандаше. И карандаш – очень легкий инструмент, чтобы начать что-то делать. И дети с него начинают, но до уровня дюрера мало кто доходит. И это действительно так или иначе любые, даже вот такие простые, замечательные инструменты, как типа Миджорни. А замечательная тема на том, что они как раз похожи на карандаш по своей природе, что у них очень легкий вход. Это не значит, что… Но на самом деле вот все остальные преобразования, которые вы делаете, и в том числе преобразования и мыслительные, в смысле, что вы, например, учитесь, как правильно создавать промпты или как вообще… Или учитесь, собственно, создавать истории, например, на этих промптах, потому что, окей, вы сделали сгенерированную картинку, а дальше что? Или как, собственно, вашу идею, концепцию переложить на какой-то промпт. Это тоже довольно-таки сложно. То есть у вас есть какая-то концепция, и вы хотите ее выразить. И это очень тоже довольно-таки нитериальный вопрос. И в то же время картинками Миджорни, как мы пытались, наверное, показать на воршопе, не должно все заканчиваться. Это не есть результат. Результат есть нарратив, пространство, объекты, структура, конструкция, какие-то текстуры и так далее. Это то, что можно вытащить непосредственно из вот этих, как бы, условно говоря, простейших инструментов тексту имидж алгоритмов. В то же время это тоже же, и в том же время Альберт показывал инструменты более сложные, которые позволяют оптимизировать формулу, создавать собственные, обучать модели, которые которые вы сами сначала должны спроектировать, потом или залогонтеризировать, потом обучить нейронную модель, потом, собственно, понять вообще, как ее обучать, какие вытащить, каким образом описать нейронную модель так, чтобы было понятно, точнее, как описать модель так, чтобы это было понятно нейронной модели и так далее. Это, на самом деле, довольно-таки обширный процесс. И, наверное, то, что мы пытались реализовать здесь, это какой-то очень такой конкретный небольшой участок, который покрывается сейчас нейронными сетями, просто, скорее всего, ну, и точно многие нейронные сети, они чуть более, намного более технологичны, технически сложные, и с ними уже эта работа, скорее, уже в меньшей степени творческая, где вот так, то есть это творческое как для математиков, но у меня не творческое как для художников, вот, потому что то и то является творчеством, вот, и, но мне кажется, вот важно было как раз попытаться вот это, описать эту историю. И действительно, еще самое интересное, собственно, вот это вот переоспособление таких ролей, и мне кажется, мне очень понравилась эта идея по поводу того, точнее, мне идея понравилась Альберта и Сергея, которые вы сказали по поводу того, что, Альберт сказал, по поводу того, что вот это, на самом деле, попытка наоборот вывести такой патернализм, то есть вывести как бы тот, кто запускает процесс творчества, последующие все процессы архитектурного создания, вы пытаетесь его заменить, и вот таким образом в этом смысле это такой великий уравнитель в определенном смысле, да, потому что не каждый архитектор может, имеет по по возможностям 99% архитекторов, они как часто следуют за, собственно, за каким-то главным архитектором или основателем студии, и здесь вы, получается, можете сменить роль, и это тоже очень, очень, это демократизирующий инструмент, это что очень важно, мне кажется, вот, а то, что сейчас касается Сергея, мне кажется, тоже очень мне понравилось, мне кажется, это тоже очень важная мысль того, что если у вас подобные инструменты, они выпрямляют связь между вашим сознанием и то, что вы получаете, это тоже, и таким образом, и вот эта возможность, это очень недооцененная возможность, как раз появляющаяся в творческом процессе, потому что, чтобы вы, например, перенесли какую-то свою идею в модель, вам необходимо было очень сложное, вам нужно было получить очень много знаний и практики, теперь вы так или иначе можете в каком-то виде уже сделать это даже там спустя 10 минут, что-то получить, что так или иначе отражает вашу идею, это, мне кажется, очень тоже важный момент. Да, и спасибо всем на самом деле участникам, вот, и всем, и нашим экспертам, и отдельно спасибо Альберту, что он лидил большую часть вещей, это, мне кажется, получилось все очень здорово, супер-супер-круто. Да, ну что, тогда я думаю, что мы можем завершать всю нашу историю, я тоже хочу поблагодарить всех участников, потому что проекты, все шесть, которые сегодня были презентованы, мне по большому счету понравились, то есть у каждого из них, ну, некоторые прям вообще вау, но у каждого из них есть какая-то изюминка, и всегда за что-то зацепиться, что можно прокомментировать, тем более, что мы видели, как эти проекты развивались, какая там была работа, история за ними, и видели ваши промежуточные презентации, которые дополняют нашу общую картину как преподавателей, и мы больше знаем про это все, что вы делали, поэтому я всех участников без исключения поздравляю, вы молодцы, здорово отработали, и очень надеюсь, что для вас это тоже был интересный опыт. Тогда всем пока, до встречи в разных других чатах, мероприятиях, вебинарах, и всем спасибо. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok